В сукварку нужно налить воды, уложить в чашу решета виноград, накрыть крышкой и поставить на большой огонь, ждать пока закипит. Виноград я предварительно помыла и уложила в сито, чтобы стекла вода. Накрываем крышкой и ставим на большой огонь. После того, как закипит, наш виноград уменьшится в объеме, мы добавим туда еще винограда. Пока варится наш сок, я стерилизую банки. Это можно сделать разными способами, у каждой хозяйки он свой. Лично я заливаю банки кипятком и накрываю крышкой. Пока будет готов сок, банки простерилизуют. Этот способ меня еще ни разу не подводил, хотя можно сделать по-другому. Можно поставить банки на пароварку, простерилизовать паром, можно прожарить их в духовке, кому как нравится. Наш виноград уже немного осел, и мы можем добавить сюда следующую партию. Сильно много добавлять тоже не нужно, потому что вот в этой емкости, где собирается сок, это корзина, где лежит виноград. Ниже стоит емкость, где собирается сок. Если она переполнится, то часть сока вылит в третью, вылится в нижнюю, в третью кастрюлю, где кипит вода. Поэтому так один раз добавили до горки, и это будет оптимальное количество. Я гребни не отрываю, я не против терпкого вкуса в нашем соке. Все. И теперь, когда осядет, я не буду так накрывать крышкой, она сама сейчас упадет после того, как виноград станет мягким от пара. Нужно 40 минут кипятить на среднем огне, а затем разливать сок в баночки. Через 40 минут можно попробовать посмотреть, что у нас с соком. Вот сейчас вы увидите, для чего мне нужна та веревочка, на которую, может быть, вы обратили внимание. Вот я за эту веревочку, вот так поднимаю трубочку, потому что она горячая. Пока в ней нет сока, за нее еще возможно ухватиться рукой. Но потом она будет очень горячей, держать ее руками будет просто невозможно. Первая партия сока недостаточно стерильная, поэтому мы просто сливаем ее и выливаем назад в корзин для винограда. А трубочку закрепляем на место. Если на данном этапе добавить сахар, то выход сока увеличится. То есть, если виноград сверху, просто присыпьте сахаром. Через 15 минут можно будет разливать наш сок. Через стеклянную крышку все видно, что происходит в соковарке. Я специально поменяла крышку. Здесь была обычная металлическая, теперь я пользуюсь стеклянной. Из этого количества получилось около 3 литров сока. Я приклеила туда этикетки, чтобы не забыть, что и когда сделано. И можно загружать следующую партию. Давайте посмотрим, что у нас осталось. Вот. В принципе, если бы здесь были какие-то другие фрукты, вот эта масса вполне может пойти на повидло, либо на пюре. Например, на яблочное, либо на абрикосовое, на вишневое, на все что угодно. С виноградом я не знаю, что можно сделать, если бы здесь не было вот этих гребней. Возможно, его тоже можно было бы как-то на пюре. Но я просто выброшу. С таким виноградом можно сделать не только сок, но и компот. А также сок через соковыжималку. Но через соковыжималку будет не очень хорошо, потому что здесь семечки есть. Вот эта кожица будет отлетать. И к тому же он плохо снимается с гребней, он давится. Поэтому вот такая соковарка, я считаю, оптимальная вещь. Я заложила следующую партию винограда. И всем приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok